Джабер сказал, потом я встал, говорит, к мешку, в котором хранились наши вещи. То есть какой-то мешок, дорожная сумка, где хранились наши вещи. И я, говорит, начал ковыряться в этой сумке и нашел там огурец. Это аджур. Вот кыса это такой огурец, если кто-то в арабских странах жил, знает, его называют кыса или же аджур, длинный белый такой огурец. Он на вкус прям один-один, как огурец, похож. Он длинный, вот такой бывают загнуты. Я его наломал и приблизил его к пророку. Это является что? Из этикета проявления почтения гостю. То есть те угощения, которые ты декоришь, приносить гостю. Как это делал Ибрагим Алисалям. Там у нас есть отдельный урок, как проявлял Ибрагим Алисалям щедрость гостям. Ссылочка, иншалаталя, будет под этим видео. И поэтому в этих словах указание на щедрость тем, во-первых, что облегчено. Вот он то, что нашел, то и подал. И не надо этого стесняться. Точно так же указание на то, что если подаешь что-то, подавай так, чтобы было удобно кушать. Потому что, видите, он же не положил перед ним просто вот так вот этот аджур, этот огурец. На кучу. А взял и наломал его. То есть если ты подаешь арбуз, допустим, гостям, не делай так, чтобы поставь перед ним арбуз и все. Нарежь его варакалуфикум. Если подаешь мясо, допустим, нарежь его. Например, в некоторых республиках бывают такие блюда, когда ставят большой кусок мяса. И, аль-хамдуллей, забыча в этой республике, если даже так ставится, то один человек берет нож и начинает нарезать это мясо, чтобы людям было удобно варакалуфикум. Если ты, допустим, укащаешь кого-то шоколадкой или конфетой и так далее, то открой эту шоколадку, вот так открой, чтобы было доступно. Это все является варакалуфикум указанием на что? На щедрость и на твое гостеприимство. Если нужно помыть то, что ты подаешь, помой, брать. Если нужно почистить, допустим, что-то, то почисти, допустим, подаешь бананы, допустим. Возьми, почисти и положи чищные эти бананы перед своим гостем. То есть почисти, если надо почистить, порежь и поруби, если надо порезать и порубить. Подай то, что требуется подать с тем, что ты подаешь. допустим, например, если что-то нужно подать, допустим, ты подаешь чай или кофе, и нужно подать, допустим, сахар или мед или варенье, подай это вместе с сахаром, с медом и вареньем и тому подобное. Братья Барак, Луфикум, если ты хочешь проверить себя, то есть анализ провести, насколько ты гостеприимный и насколько ты должным образом проявляешь этикет с людям, то посмотри, бывает ли так, что ты гостям что-то подал, и они у тебя что-то просят из того, что у тебя есть дома. А сахар можно, а ложечку можно, гость когда говорит, все, это тебе что? Минус, это тебе минус. Вот старайся учтивым быть. То есть, если подал чай, подай стакан, подай сахар, подай мед, подай варенье и так далее. И, конечно, все это делается без стакалюфа, то есть подай то, что у тебя есть дома. Идти там, занимать деньги, покупать что-то и так далее и тому подобное, если вдруг внезапный какой-то дождь, гости и так далее и тому подобное. То есть, не надо, как говорится, и шкуры вон вылазить. Все должно быть естественным варакалофику.